В молодости он был талантливым художником и в 18 лет получил степень бакалавра искусств, но победила наука. В 26 Луи Пастер уже профессор физики и профессор химии. Сын ветерана наполеоновских войн, он вошел в историю великим исследователем, основоположником микробиологии и иммунологии. Личная трагедия его жизни, смерть троих детей из пяти от брюшного тифа во многом сподвигла этого удивительного человека на поиск причин болезней и изобретения лекарств против них. В 45 лет у ученого случилось кровоизлияние в мозг. Левая рука стала немощной, правая нога волочилась по земле. Даже после этого им были сделаны крупнейшие научные открытия – создание вакцины против сибирской язвы и прививки против бешенства. Когда он умер, выяснилось, что большая часть мозга была разрушена. При всех его тяжелых недугах все его великие открытия тем более кажутся промыслом Божиим. Я мыслил и изучал, потому и стал верующим, подобно бретонскому крестьянину. А если бы я еще более размышлял и занимался науками, то сделался бы таким верующим, как бретонская крестьянка. Так как-то сказал ученый. Угол двухсот наград при жизни получил Луи Пастер практически от всех государств мира, а мир получил миллионы спасенных человеческих жизней.